Ну что, начнём? Да. Хорошо. Итак, ребят, меня зовут Светлана Андреевна. Ваши имена я тоже вижу, да? Очень приятно познакомиться. Вот скажите мне, пожалуйста, вот я сегодня, например, сделала одно доброе дело, а дальше я готовилась к конкурсу. Я отвела ребёнка в школу с утра. Давайте с вами попробуем тоже вспомнить, а что углы за день, какие добрые дела сделала. То есть называйте, меня зовут так-то, я сделала сегодня то-то, да? Ну давайте, Слав, начнём Александром. Ну кто тогда готов, тогда можно начинать. Про Альберт и Класса. Так. Никто доброте свою не сделал. Да, пожалуйста. Я помыла кошку. Ой, ну, меня зовут. Меня зовут Валерия. Отлично. Ещё? Меня зовут Роман, я наладил его, альберты компьютеры. Ой, как хорошо. Так. Вместе это делают. Меня зовут Эльберт, я кое-как включу этот компьютер. После того, как он наладил? Отлично. Меня зовут Эльберт, я наладил вот эти компьютеры. Молодцы. Так. Ваши красивые мальчишки, чего-то делали сегодня? Ничего не делали? А в школе были? Да. Три раза. А, это не доброе дело в школе будет? Почему? Помогать учителям и сегодня. Да. Хорошо. Спасибо. Так. Каша? Меня зовут Алла, я помогла на открытом уроке учителям. Очень хорошо. Так. Меня зовут Катя, я кинула мальчика мячиком. Отлично. Так. Ещё? У меня зовут Яна, я сегодня пробовала молоко. Обычно. Хорошо. Так. Ещё есть мнения, ребятишки? Вы так и не придумали ничего. Ничего не делали. Ничего не вспомнили. Ну ладно. Хорошо. Ребята, скажите, пожалуйста, а могли бы эти добрые дела ваши, кто-то вместо вас сделать? Да. Могли, да, сделать? Отлично. Скажите, а попадали ли вы в вашей жизни в экстремальной ситуации? То есть вот там не совсем доброе дело, да, но вот ситуация обязывает что-то предпринять. Да. Попадали, да? Отлично. Давайте с вами немножко поиграем. Я вам задаю экстремальную ситуацию, а мы пытаемся дальше разобрать, как нужно поступить в этой ситуации, да, и что нужно сделать. Итак, экстремальная ситуация первая. В 16.00, четыре часа вечера, вы находитесь в своей квартире на седьмом этаже, родители на работе, внезапно вы чувствуете запах дыма и гай. Открыв входную дверь, вы видите, что весь подъезд объявлен кладет. Дым в лифте, на лестнице и ничего нигде не видно. Скажите, пожалуйста, ваше действие. Нужно выйти на балкон и ловить красную тряпку и просить, чтобы вещи не было. Зачай тут. Ага. То есть дверь открыта и сразу на балкон. Нет, закрыть дверью. За тряпками. Можно выйти на балкон и закрыться? Да. А, хотя бы позвонить пожарному. Или хотя бы. Это первое, что нужно сделать. Правильно или нет? Так, дальше закрыть дверь, сказали законопатели. Дальше. В другом случае у меня, например, подъедет пожарная сигнализация, кнопка. Нам нужно на нее нажать. Отлично. То есть техничные средства срабатывают. Так, еще один вариант. Скажите, осветим. Кого-то предупредить. Так, хорошо. А если там у вас, да, подъезд дырит, в свою одежду намочить? Да. Отлично. Скажите, а вот вышли на балкон, все закрыли, все законопатили, вышли на балкон и? Открыли окно и начали кричать, чтобы вызвать к себе внимание. Можно привлечь. То есть привлечь к себе внимание. Отлично. У меня тогда такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а если вот огонь, дым не дошел до лифта, можно лифтом восполнить? Нет. Почему? Потому что при лотаре или блокируется, а к тому же это может придти к тому, что ты просто можешь упасть или застрять. Хорошо. А если вы тут в баннике такие бегали, бегали, связали просто, не кинули с балкона и полезли, так можно ли? Нет, нет. Это очень опасно. Можно на первом этаже. А если только не на первом этаже? С балкона на первом этаже. В форм-оксессе едем на шестой этаж слезть. То есть можно есть? Лезть можно. Больше всего можно заперебить. А, ну если прям совсем лучше. Если шелкнул, если не мочить, тогда можно. Ага. Хорошо. Вторая, значит, ситуация. Декабрь. Вечер. Смеркалось. Вы пришли из школы домой и с порога почувствовали сильный запах газа. Родители дома, как всегда. Нет, они ушли в магазин. Чего делаем? Не заходим домой. Не заходим? Да. Заходим домой, срочно открываем форточку. Сразу. Сразу. Сразу открываем форточку. И вызываем ноль четыре. И вызываем ноль четыре. Ноль четыре. Нужно закрыть нос, дышать. Хорошо. А почему надо закрыть? Ну, чтобы не удышаться газом. То есть можно отравиться. Да. Хорошо. Давайте тогда дальше предположим. Итак, вы вдохнули в газа, да? Вы знаете, какие таблетки помогают в отравлении. Вы начинаете их пить? Нет. При допустимой норме. Зачем там оставаться? При допустимой норме. То есть все равно при первых признаках отравления вы таблетку примите. Если вы знаете, какая это таблетка, если вы знаете дозировку. Таблетки находятся в доме, а в доме газа. Зачем там оставаться? Мы можем к соседям сходить. Так. Логика появилась. Отлично. Мы можем сообщить, может, если есть соседи, взрослые. Угу. И? То есть вы у них спросите чего? Про газ или таблетку? Или таблетку попросить, как бы. И сообщить им про газ. Про газ. И сообщить им про газ. То есть, может, они тоже могут. Может, чтобы это делать, и не может взрослые, не знают, что и... Во всяком случае. То есть вы опять... А ты не можешь посмотреть. В очередь обратитесь к взрослым, да? Можно на всякий случай обеспечить квартиру. От чего? Надо не открыть источку. Да. То есть посмотреть, попробовать перекрыть этот источник, да? А что нужно еще сделать? Из форточки воздуха забрать посидее. Вдохнуть, что ли? Да. Молодец. И помешать. И помешать. Так. Скажите, а дома телевизор постоянно включен в розетку? Холодильник? Нет. Выключен все. Молодец. Выключить нужно, в первую очередь, все электроприборы тоже. Молодец. 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 Ну, а тот человек говорит, Михаил говорит, нужно выйти из толпы. А как правильно выйти из толпы? Он правильно. Нужно правильно, Алла говорит, идти со всей толпой. А потом отстраниться. Отлично, смотрите, шли-шли с толпой. Попался столб, на который можно влезть. Влезаем? Почему? Нет, столб безопасный, хороший такой, знаете. Ну, если сможете, можно забыть. Да и родителей не увидишь с этого. Мы все равно полезем на стол. Нет. Почему не полезем? Вы-то чуете, что тут подвох не есть? Полезем. Толпа пройдет. То есть отсидимся там. Столб такой хороший, чтобы можно было сесть выше толпы. Нет, в смысле? Нет. Нет, обычный, декоративный. Можно просто залезть. Можно просто залезть. Смотрите, ни в коем случае, в таких ситуациях нельзя приближаться к какой-то опоре. У вас просто толпа раздает. Да, можно же лезть наверх. Зачем? Логично, когда вы будете лезть, вас смешно. А если вы спортсмен? Ну, если вы спортсмен, то возможно, возможно, возможно. Возможно. Смотрите, принимаете вы решение, да? Ну, первое, вы правильно сказали, никто никогда не должен наклоняться за этой сумкой. Пусть она, пусть вот там миллион не лежит. Да, правильно. А миллион не уронят. А миллион не уронят, наверное. Так это же вы роняли. Держать, держать, держать. За миллион потом отлечиться. Родители вылетают. И последняя, ребят, ситуация. Смотрите, в вашем саду, вашу сестру укусила пчела. А сахар, ну, не важно, но укусили. Взрослые уехали, как всегда, в магазин. Куда с ним учите? Сидёта в вашем саду вытащили сжало и обработать рано. Не обработать содой. Обработать содой даже. Если есть аллергия, то срочно вызвать пчела. Можно сюрпичок. Хорошо, хорошо. Азачки? Нет. Да, если не садится, то можно с лимонной пчела. Или к соседям обратиться. Да, с соседям первым, чтобы я не садится. Хорошо. Скажите, а если сестра при этом ела вкусные сладкие персики, вот оса её за язык укусила, смешно ли вам будет? Вам нужно доснуться. Язык распухнет, так что он лучше звонить в кухню. Молодец. Молодцы. Итак, смотрите, к чему же я вам вдавала все эти ситуации? Когда тема у нас звучала «Если не я, то кто же?» О чём мы сейчас с вами пытались говорить? О ваших действиях, вашей самостоятельности в любых ситуациях. То есть если вы не будете принимать самостоятельные решения в той или иной ситуации, то никто может за вас этого не сделать. Отлично. Скажите, тему можно было ещё как-то раскрыть? Есть ли у вас предположения, с какой стороны можно было раскрыть эту тему? Это вот моя точка видения была. Направленность. О чём можно ещё подумать на эту тему? Если не я, то кто же? Когда кто-то из незнакомых людей находится в опасной ситуации, и все люди просто проходят мимо. Вам это просто требуется полностью. Так. И то есть вы можете в этот момент помочь вам. Если хорошо оцениваешь свои возможности, знаешь, что ты сможешь это сделать. Или если не знаешь, то можешь попросить кого-то другого. Ну да, сообщите об этом. То есть здесь ещё тоже важно не стесняться, да, иметь общение. Хорошо. Итак, ребята, если не я, то кто же? Я предлагаю вам сейчас сыграть в интересную игру. Тошка. Будет эта битва, так скажем, за личный ваш зачёт, да, вы будете работать сами на себя. Игра называется «Угадай мелодию». Я вам раздаю их по такому обычному пакетику. Вы их надуваете в виде шариков. И тот, кто быстрее лопнет, ну, собственно, будет отвечать на вопрос, да? Ну, он говорит, дешево, он усердит. А у вас их не может? Пакетико? Ну, у вас все должно хватить. Вот так два дела. А по второму? Мам, спасибо. Я по-другому не дам. Можете лопать у соседа. Подожди. Так что их надеваем сейчас? Да-да-да-да, мы лежать надо. На положительную такую активистичную ночь и закончим сегодня день. Так, я готовлюсь, я готовлюсь, я готовлюсь. Пакеты вот раз вломали? Да. Нет. Ну, что ж, что ж, что ж, что ж. Так, ну, нет проблем, а пакет на душе. А я пришла, да? А не делаю. Ну, папа, что же нет? Давайте тогда вот так сделаем. Я вот так положу, те, кто лопнет, быстрее, да, вот второй. Я хочу лопать. Я хочу лопать. Я хотел проверить. Поверьте. Поверьте, что это не сложно, молодцы. Хорошо. Приготовились. Значит, я отключаю фунтку, как кто-то пел за песню, глупает, да, и говорит, что за песня. Ну, давайте. Тима. Тима, Тима, Тима. Песенка-мамотенка. Песенка-мамотенка. Молодец. Три пакет. Все? Да. Далее. Ой, ребята, извините. Да. Ой, на нас. Блин. Молодцы. Кто-то пятенький. Черный кот. Татьяна, молодец. Что-то песня, поскольку. Что-то песня, поскольку. Черный кот. Так. Приготовились. Далее. Молодцы. Да. Молодец. Да, молодец. Да. Далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА